Дорогие сестры, доброе утро! Сегодня приступаем с вами к очередному циклу лекций 30 дуая из Кур'ана. Напомню, что эти 30 дуая из Священного Кур'ана, которые являются важными в применении в нашей жизни, в соответствии с нашими положениями. Ведь все эти дуая являются как и частью Кур'ана, как аяты, так же и словами и дуая нашими любимыми пророками и посланниками. А также рассмотрим со стороны толкований этих аятов. И так же, дай Аллах, по милости Аллаха, их заучил. И мы с вами уже заучили два аята, то есть два дуа. Первый из которых был о принятии дела, которое мы сделали ради Аллаха. А второе было, когда мы и спрашиваем у Аллаха прощение, чтобы Аллах нас простил и даровал благо в обоих мирах. И повторяя на уроках, мы их несколько раз будем вникать в эти слова, в перевод этих слов, в значение этих слов. И буду повторять несколько раз для того, чтобы вы их заучили в правильном произношении, чтобы не было ошибок по таджвилю. Как мы уже знаем, их 30, и за один день мы с вами заучиваем за один дуа. Пока за один урок, один раз в неделю, а уже с Рамадана, дай Аллах, там уже будет более почаще. Эти дуа, конечно же, нам пригодятся в соответствии с разными ситуациями в нашей жизни. Их 30, хвала Аллаху, и мы сейчас с вами приступим к третьей из них. Эта дуа тоже является частью Священного Курана. Мы с вами взяли два дуа, которые являются тоже аятами из Курана. А этот уже аят, самый последний аят Суратуль Бакара. Как вы уже знаете, Суратуль Бакара – это самая длинная, самая лучшая Сура Священного Курана. Она содержит в себе 286 аятов. И обратите внимание, самый последний, 286 аят, содержит несколько дуа. Из них мы выписали только один дуа. Но если вы обратите внимание, тут их несколько. Давайте зачтём. И до сюда говорится о том, что Аллах Священного Курана говорит о том, что есть люди, которые спрашивают у Аллаха дуа, и говорят. И тут у нас начинается дуа вот с этого момента. То есть вот здесь у нас идёт остановка, и тут у нас вот эта дуа заканчивается. И следом следующая дуа. И тут заканчивается «Раббана», то есть Господь наш, и следующая дуа. «Раббана, ва ла тухаммилна, ма ла тухаммилна, ма ла токаталана бих, ва афуанна, ва афуанна, ва агфирилана, ва рухамна, а анта маулана фан сурна аля ла 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 каумилль кафирин». И здесь заканчивается следующий дуа. То есть можно сказать, что 286-й аят Священного, Священный Суры Аль-Ба'Кара, корова переводится с русского языка, делится на три дуа. Из них мы выписали самый первый. То есть Господь наш не наказывает нас, если мы позабыли или ошиблись. Бывает так, что мы действительно можем ошибиться и позабыть о испрашивании Аллаха о прощении. Бывает так, что мы можем просто забыть попросить у Аллаха дуа о прощении. И этот аят очень-очень настоятельно желательно, чтобы вы читали перед сном. Перед сном непрерывно, постоянно читали эти дуа для того, чтобы мы ложились спать чистыми, чтобы мы у Аллаха просили дуа о том, чтобы он нас простил, если мы вдруг забыли попросить у него дуа за какой-то наш грех. По сунне пророка, салли Аллаху алейху ассалям, перед сном читаются два аята, последние из суры Аль-Бакара. Можете себе записать блокноты. Это 285-й аят, то есть предыдущий до этого аята, и 286-й аят вместе. То есть последние два аята считаются сильными по воздействию, по милости Аллаха. Если мы с вами обратимся к Тавсиру, то Эль-Мир Кулиев говорит, переводит эти строки, то есть мы с вами начали арабский вариант, где сказано, Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Обратите внимание, Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрёл, и против него будет то, что он приобрёл. То есть мы можем делать выводы из первой строки этого аята, что Аллах, когда нам не спасла это испытание, а у вас, у каждого есть испытание в вашей жизни, то он не спасла только такое испытание, которое вы выдержите, на которое мы можем, так сказать, положиться и полностью наш собор, наше терпение и наш иман хватит на это терпение. Если у вас очень тяжёлые испытания, значит, у вас крепкий иман, значит, Аллах вам не спаслал именно это испытание. И вы это выдержите. Но если вдруг мы сделаем что-то не то, что-то неправильное, то это будет против нас. Если мы сделаем что-то правильное, это за нас. То есть всё, что мы делаем, это всё от наших деяний. И дальше, смотрите, где у нас начинается дуа, перевод, Господь наш, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. И дальше, помните, я отделила вторую часть, где тоже дуа, Господь наш, не возлагай на нас бремя, которое ты возложил на наших предшественников. То есть какое бремя было у наших предшественников. Были огромные испытания. И мы как бы спрашиваем облегчение у Аллаха. И третья дуа. Господь наш, не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам. Прости нас и помилуй. Ты наш покровитель. Помоги же нам одержать веру над неверующими людьми. Помните, у нас заканчивалось предложение Аль-Кафирин. Здесь как раз идет дуа, чтобы мы одержали победу над неверующими. Абу Адиль тоже толкуя и переводя эти аяты говорит, Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Эти аяты дают нам задумываться. Господь наш, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш, не возлагай на нас бремя, которое ты возложил на наших предшественников. Господь наш, не обременяй нас тем, что нам не под силу. Извини нас. Господь наш, прости нас и помилуй. Ты наш покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми. Какое прекрасное дуа и третья часть. Если вы завучите наизусть и третью часть, то как раз это актуально сейчас, когда мы должны одержать верх над неверующими людьми. Какой зульм, какую несправедливость сейчас делают неверующие и против мусульман, против верующих. Вот как раз здесь очень актуален этот дуа. Но оно всегда было актуально со времён пророка, потому что пытки и несправедливости всегда были. И в толковании этих аятов Ас-Саадий Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрёл, и против него будет то, что он приобрёл. И здесь мы видим те же дуа, которые мы с вами только что прочитали. И в достоверном хадисе пророка Салли Аллаху Салям сообщается, кто того дуа, что прочесть ночью эти два аята достаточно, чтобы уберечься от зла, а причина этого заключается в их славном смысле. Обратите внимание, этот хагин, с которым я в самом начале сказала, что перед сном обязательно нужно что-то читать. Это дуа и предпоследний аят. То есть 285 и 286 аяты священной Сура Аль-Бакара. Ибн-Касир, он также наставил их, обучил мольбе, то есть у нас идёт тут хадис, «Господь наш, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись». То есть это кусок, который самый первый из этих трёх. То есть если мы не выполнили предписание, или совершили запретное по забывчивости, или если мы ошиблись по невежеству с шарьянской точки зрения. Но бывает так. В течение дня мы можем ошибиться и сделать запретное. Может, не заметить, а может быть, мы можем забыть, а может, иногда кто-то преднамеренно делает, Ну, это уже другая ситуация, да? И в ранее приведённом хадисе у муслима от Абу Харайры говорится, что Аллах ответил «Да», то есть принял вашу мольбу. В хадисе от Ибн-Аббаза «Да, я так и делал», отвечает на это предложение. И рассмотрим с вами этот аят, перевод каждого слова. «Ля», «Не», «Юкаллифу Аллаху». «Юкаллифу» возлагает Аллаху, Аллах, «Нафсан», «На душу» и «Ля», кроме «Вусага», возможного для неё. «Ляга» ей «Ма», то, что «Касабет», она приобрела, «Ваалайха», и против него «Ма», то, что «Иктасабет», она приобрела. И здесь начинается дуа «Раббана», «Господь наш». Здесь уже во вношенном числе обратите внимание, не «Господь мой». «Ля не туахидна», «Взыщи с нас ин», «Если насейна», «Мы забыли», «Ау» или «Эхтона», «Ошиблись мы». «Раббана», И вот второй дуа здесь начинается. Вот первый. Начинается отсюда. Второе начинается отсюда. «Валя и не тахмиль возлагай «Алайна» на нас, «Исран тяготу», «Кама как хамальтагу», «Возложил ты её», «Аля на аллезина», «Тих, которые мин», то есть «абылина», «Раньше нас», «Которые были». «Раббана», и вот здесь начинается третий дуа. «Господь наш», «Валя» и «не», «Ля» – это отрицательное слово, «Тухаммильна», «Возлагай на нас», «Ма», «То», «Ля», «Не», «Тааката», «То есть под силу», «Ляна» – «Намби», «Которые», «Ваафу», «И здесь уже идёт дуа прощения». «Извини нас», «Анна», «Вагуфири ляна», «Прости нам», «Варухамна», «И помилуй нас». Слава Рахмана. «Анта ты, Мауляна», «Покровитель наш», «Фансурна», «Помоги же нам», «Аля», «Против», «Алькауми», «Людей», «Алькафирин», «Неверующих». Если мы полностью по смыслу переведём эти аяты, то, начиная дуа, давайте по кусочкам разберём. Первый дуа переводится «Господь наш, не взыщи с нас, не наказывай нас, если мы забыли совершить что-либо из того, что ты сделал обязательным для нас или ошиблись и совершили что-либо из того, что ты запретил нам. Второй дуа «Господь наш, не возлагай на нас тяготу, как ты возложил на тех, кто был раньше нас», то есть на иудеев, христиан и других. И третий дуа «Господь наш, не возлагай на нас то, что не под силу нам, извини нас и помилуй нас, ты покровитель наш, помоги же нам против людей неверующих». Это уже до конца. «Аль-Хамду-ли-Лля, мы с вами сейчас будем несколько раз повторять его и заучивать без ныля. И перед этим, перед тем, как еще повторить, мы с вами сейчас посмотрим, как Ибн Джарир передает от Абу-Исхака, когда Муаз ибн Джаббаль завершал чтение этой суры словами и как заканчивался этот аят 286-й «Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми». И он тут произносил «Амин». Вот. Инша Аллах, то есть после этой дуа можно произнести «Амин». Без нилля. Давайте тогда я повторю несколько раз, а вы за мной повторяйте. Я буду читать исключительно первый дуа, а остальные вы можете для себя тоже обязательно выписать и просить у Аллаха по контексту. Внимание! Повторяем! Раббана ла ту ва хизна ин на сина ау ах то на раббана ла ту ах изна ин на сина ау ах то на и и третий раз раббана я на них без нилля отвечу. ах 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 вопрос, который заключается в чём? Кто заучил первый дуа? Кто заучил второй дуа? И кто может в микрофон их сказать сейчас? Чтобы Аллах принял это наше дело. Во-первых, это был первый дуа. И второе, чтобы Аллах нас спас и даровал благо и этой дуне хирата. Кто готов ответить? Кто заучил, дорогие сёстры? Можете поднять руки или уже включить микрофон. Давайте попросим у Аллаха дуа о принятии этого нашего цикла лекции и попросить у него дуа о благе обоих миров. Сёстры, кто готов? Ассаляму алейкум варахматуллахи вабракятух, стоза. Алейкум ассаляму варахматуллахи вабракятух, сте. Я, устаза, на первых двух уроках не была, но второе дуа это Роббена Атина Фиддунья Хасана. Вот это, да, дуа? Да. Я могу его тогда прочитать. Первое, я не знаю, я ещё не посмотрела записи. Давайте. Роббена Атина Фиддунья Хасана именно в оригинале в арабском языке и с переводом для того, чтобы вы понимали, о чём вы читаете, что вы просите у Аллаха. Так, я тут вижу, Нелюфар пишет, что выучила. Пожалуйста, Нелюфар, зачитайте нам первый. Саламу алейкум, ва рахматуллах, баракятух. Ва алейкум, саляму, ва рахматуллах, баракятух. Роббена, такуббаль, минна, иннака, антас-самигу, ла-лим. Угу. Бааракаллаху фикхи. Амин. Аллахума амин. Да, там немножко можно ещё подправить произношение. Чуть-чуть. Безниля. В общем, да, это дуа. Бааракаллаху фикхи. В одном месте мат не протянули, в другом твёрдо сделали их фар. Иншаллах, дорогие сёстры, обязательно переслушивайте записи. Они специально коротенькие для того, чтобы мы могли возвращаться к этим записям и без затруднения их иншаллах заучить. Да. Просим у Аллаха, чтобы он принял наш этот вебинар и даровал пользу в обоих мирах. Раббана такаббальминна иннака антасамью лалим. Аллах, прими от нас это дело, ведь ты слышащий, знающий. Да, и помните, я вам говорила, обязательно выписывать себе отдельно имена Аллаха ассамия слышащий, аль алим знающий и заучивать. иншаллах. И сегодняшнюю дуа еще раз повторяем. Раббана ла туахидна инна сина ау ахтатна. Дальше можете попросить у Аллаха Раббана ахтатна. Ахтатна. Я надеюсь, что вы их выучите наизусть, дорогие сестры. Для полной информации обращайтесь к Мусхофу, к нашей священной книге, к самому последнему аяту этой суры. На этом мы заканчиваем этот цикл. Джазаку на ла хайрум, дорогие сестры. Субханакаллаху, ма би хамди, ка шханду ла и ла хилян, таста уфри куна ту билейк. Ассаляму алейкун на варахматуллахи в баракату. Ассаляму алейкум ассаляму арахматуллахи в баракату. Ассаляму арахматуллахи в баракату. Джазакала ухайрум. Ваджазаку на ухарин, дорогие сестры, любими.